здравствуйте дорогие слушатели канала конечно мне приятно что наконец-то я могу на такую важную тему поделиться с вами информацией в первую очередь пусть сегодняшний вечер станет для вас приятным хорошего вам посыла чтобы у вас все ладится получалось конечно готовьтесь получать важные знания ну в первую очередь конечно когда такую тему затеваешь для разговора понимаешь что необъятное нужно в одну маленькую маленькую только по времени ввести и все время думаешь с чего бы начать начну с того что почему священная роща священная роща и в принципе роща это необходимое явление на планете мы знаем что не только какие-то биологические процессы деревья помогают поддерживать на планете земля но в том числе еще эко процессы которые они оказывают на энергетическую подоплеку они важны для меня священные рощи стали но неким знаковым судьбоносным явлением почему потому что в свое время я познакомилась со своим учителем владимиром алексеевичем шимшуком он участвовал в вебинарах которые проходили на вашем канале и конечно уже затевал тему рассказывал о том что такое священные рощи делился информацией на сегодня будут практические процессы обговорены будет рассказано о том как даже на маленьких участках которые есть приусадебные возвести мини священные рощи либо если это какие-то большие территории тоже как это все сделать чтобы это было грамотно полезно и инновационно владимир алексей шимшук восстанавливает уже многие годы многие десятилетия нашу культуру и когда он написал книгу теория практика священных рощ это было достаточно давно я уже древле православие с 19 лет сейчас мне 37 когда я увидел эту книгу я была очарована стало интересно каким же образом я могу своей жизни привнести это благо на планету я стала изучать и только через 10 лет после того как я прочла эту книгу я стала реализовывать проект священной рощи я сначала бегло анонс сделаю а потом объясню что это такое в подробностях для того чтобы вам стало еще более интересно погрузиться в тему первую очередь нужно понимать что тот лес и те насаждения которые сейчас у нас есть вообще на планете земля это хаос конечно деревья пытаются упорядочиться каким-то образом по сортовому признаку либо по плодовому всячески пытаются выстрелиться в определенный порядок потому что у нас были порядочные люди которые жили по порядку и природа что в малом то и большом пытается откликаться на зов выстраиваться определенной симметрии потому что люди раньше руководили процессами в природе то сейчас мы даже в своей жизни не всегда можем разобраться что и как а раньше мы творили рельеф мы производили новые плоды новых животных вся эволюция которая была у нас на планете она была в нашем видении мы сами делали то что считали необходимо в той иной ситуации для обогащения экобиосистем так вот священная роща это некие симметричные посадки которые дают жизнь на планете новую жизнь если вы видели в природе то так или иначе любое плодоносище растение но мы понимаем что деревья это древовидные растения они сами по себе не хаотичны в своей книге чаровное строительство я кратко рассказала о том как устроены деревья и какие закономерности числовые заложены в строении самих веточек листиков организации деревьев и для меня показалось нетривиальным это продолжение в человеке то есть в нас все это есть и для того чтобы мы эволюционировали должен быть порядок снаружи то есть то в чем мы живем должно быть порядочно естественно когда я утвердилась в этом понимании я стала реализовывать этот проект чтобы было понятно на что это похоже вот представьте себе лепесточек лепестки цветка красивого неважно какого в природе все красиво ну например 5 лепестковый цветочек каждый лепесток имеет свою форму определенные жилочки определенный цвет определенную фактуру да вот если мы обратим на это внимание мы поймем что природе все так или иначе повторяется вторится естественно когда мы начинаем сажать пусть даже искусственно выстраивая определенном порядке деревья мы понимаем что это будет вториться и синхронизироваться с остальными вибрациями в природе то есть если мы пусть даже это будет какие-то посадки искусственные то есть это не то что выросла сама в природе но мы своими руками будем заносить симметрии правильные природу виде определенных очертаний лепесточков то естественно это начнет давать новые плоды новые энергетические какие-то питающие моменты оси удерживающие и вообще развивающие нашу культуру почему собственно нашу культуру ну вот изначально было позиционировано что я жрец который уже более 15 лет нахожу древле православие это правда так есть еще будучи студенткой механика математического факультета я заинтересовалась темой славянство нашей древней культуры и естественно вышла на владера алексея шамшука вот перед тем как выйти в эфир да я была очень рада узнать что те люди с которыми я начинала еще очень давно этот путь они сейчас вот вот есть они в резонансе со мной и я очень рада буду дальше общению так вот значит что это такое да вообще нужно это показать это рассказать я думала сначала что стоит устроить демонстрацию экрана и показать что это такое но потом я поняла что лучше первоисточник вам показать и обратить ваше внимание на то где это искать и как это работает и кому идти я начала с того что я прочла еще очень много лет назад книгу владимир алексеевич шамшука теория практик священных рощ куда бы чудесных жилищ вот она не в принципе можно приобрести это не какая-то такая книга редкая она сейчас распространена в том числе во всех интернет магазинах и если вы откроете на странице 66 вы увидите вот такой рисунок вот то что вы видите это как раз лепесточки разного разных сортов деревьев то есть каждый лепесток это определенный сорт деревьев те рисунки которые здесь представлены внутри каждого лепестка это уголочки каждый маленький кружочек каждая маленькая маленький элемент этого рисунка это дерево то есть грубо говоря если всмотреться в рисунок лепесточка то на этих линиях располагаются как раз деревья зависимости от площади ну вот например да священная роща которую я выстраиваю ярославской области близ деревни емельянникова это где-то два часа езды от переславля-залесского но мы знаем что есть курортный город переславль-залеский соответственно от него ближе ярославскую область если въезжать и ставить ориентиром поселок емельянников деревню емельянникова соответственно 400 метров от этой деревни находится священная роща проект уже близится к завершению то есть наш участок который имеет протяженность общей площадью 7,5 гектар он прямоугольный но вписан кружок самой священной рощи площадь которого занимает 2 гектара то есть у нас 162 метра в диаметре сама священная роща в данном случае мы взяли в приоритете саму схему как родовую потому что у нас с вами в природе разные по качеству священные рощи у нас с вами потому что мой проект затронул сердца других людей они стали выстраивать эти священные рощи по всей земле в данном случае это роща родовая то есть она концентрирует в центр энергию в центре на должен находиться путь он будет находиться то естественное проекте он заложен значит из 24 лепестков на данный момент у нас с вами выстроена 20 то есть осталось 4 лепесточка досадить и полный проект на 2 гектара будет реализован почему владимир алексеевич я приготовилась я посмотрела полностью его выступление которое на вашем канале выложены записи он очень скромно обозначил что да действительно реализованные реализованные проекты священная рощь но так скажем сейчас не буду акцентировать внимание на том где как и кто авторы этих посадок они должны сами вас желать представиться и соответственно рассказать о своем проекте я могу сказать что да проект у нас с 2019 года существует причем мы сажали и в пандемии все эти сумасшедшие вакханалии когда творилось мракобесие и проехать священную рощу было практически невозможно мы там значит минуя все киркоды и все преграды ехали через москву и через ярославскую область и по всякому по-разному чуть ли там с парашюта не спускались для того чтобы доставить саженцы священную рощу и благополучно все это расцветает конечно цель моего выступления даже не столько обратить внимание на этот проект а объяснить и рассказать и утвердить мысль что все реально потому что многие боятся затронуть эти сакральные темы и каким-то образом начинать реализовывать но на самом деле дорогу осилит идущий когда 2019 году у меня было в команде около десяти человек сейчас если вы пожелаете постучитесь ко мне в личку все контакты будут под видео после этого выступления ли даже сейчас они там есть вы ко мне постучитесь я вас приглашу в чаты по священным рощам и конечно вы тоже сможете приезжать и сажать но на тот момент когда я начинала было всего десять человек я приехав из краснодарского края чтобы понимали . где я проживала и посадками было полторы тысячи километров и первые лепестки и последующие лепестки я приезжала сажала собственными руками и на поезде и самолете вот вот так да то есть все преодолевалось и первым лепесток когда он закладывался мне говорили даже самые близкие мои помощники алена ну подожди мы еще там денег давай накопим или там саженцы получше купим в ночь перед посадкой когда мы собирались решилась транспортировка логистика уже закупленных саженцев и мы выстрелили мы посадили и стали бить в колокола подключайтесь к нам вот сейчас в чатах порядка 250 человек конечно на посадке отзываются приезжают не все но так или иначе даже если люди находятся удаленно но они сажают на своих территориях я знаю уже порядка 15 рощ которые высаживаются сейчас или уже досаженные около семи люди не афишируют это но это есть и они такие же по площади есть даже больше на по-моему на три гектара больше но опять же да официоза этих мероприятий нет люди сажают не для того чтобы сделать этот проект популяризированным а для себя для планеты для того чтобы эволюция творилась на планете и все расцветало так вот о самом проекте еще чуть больше расскажу конечно мы столкнулись с тем что не все деревья у нас хорошо приживаются у нас по богам если мы вспомним у каждого бога есть три